Музыка На днях в Тарице состоялось исключительно важное около спортивное событие, на которое съехались гости из руководства области, министры, депутаты, чемпионы мира и Олимпийских игр. Отличным и долгожданным подарком, прежде всего для мальчишек и девчонок Талицы, стал Центр развития бокса. Его строительство велось в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным, и государственной программой развития физической культуры и спорта в Свердловской области. 13 октября 2018 года в Екатеринбурге состоялась церемония подписания соглашения о строительстве пяти боксерских залов на Урале. Его подписали глава Федерации бокса России Умар Кремлев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Из шести центров бокса, запланированных пять лет назад, первый был сдан летом прошлого года в Каминске-Уральском. Талицкий центр второй по счету. Добрый день, дорогие друзья. Искренне хочу поздравить вас с открытием такого замечательного спортивного комплекса. Несмотря на все кульсы, слава Богу, он построен и запущен. И я надеюсь, что мы в ближайшее время увидим, как здесь играются новые звезды, новые таланты, новые спортсмены. И я хочу пожелать всем, и тренерам, и детишкам, которые будут заниматься, и их родителям, которые будут за них переживать, чтобы ваши дети росли сильными, крепкими, здоровыми, во благо России. Мы с вами помним, как все начиналось. Стадион «Колос», затем «Литовый», и сейчас «Кинтисенция», безусловно, центр бокса. Это дали уважение вам спортивным традициям и тем людям, которые живут на Талинской земле. Я вас поздравляю с открытием центра протяжения сил и клуба, что появятся новые спортивные звезды на Олимпийской гиперстроне в Талинской земле. Спасибо вам. Бокс – один из популярнейших видов спорта на Урале. В Страдловской области им занимается 12 тысяч человек, более 4 тысяч из них – это дети и подростки. В новом центре ежедневно смогут тренироваться 270 жителей Талицы, и это не только боксеры. Дзюдо, рукопашный бой, универсальный бой, пауэрлифтинг, мини-футбол, баскетбол и волейбол – занятия по всем этим дисциплинам доступны здесь. А для зрителей в универсальном зале предусмотрены сборно-разборные трибуны на 160 мест. Вслед за Талицей третий центр развития бокса откроется в Красно-Туринске в конце этого либо в начале следующего года.